ОМТВЮА про Головне. У нас нет, у нас вот есть 600 тысяч на фронте, там чуть-чуть там в резерве, а нужно-то гораздо больше. Профессиональный оленевод и по совместительству министра обороны России Сергей Шойгу заявил, что вооруженные силы Украины планируют нанести удар американскими РСЗО «Хаймарс» и британскими ракетами «Сторм Шэдоу», по территории которой, по его глубочайшему заблуждению, является Крым. По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу». Этим заявлением Сергей Шойгу пытается напугать США и Великобританию тем, что последствием таких ударов они будут втянуты в войну. Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары под центром принятия решений на территории Украины. Но на то он и профессиональный оленевод, но никакой не военный. Во-первых, на сегодняшний день РСЗО «Хаймарс» ну никак не могут достать временно оккупированный Крым. Пока. Во-вторых, Крым – это Украина. И все в мире это признают. Кроме кучки ущербных нищебродов, находящихся на подкорме даже такого мирового аутсайдера и геополитического ничтожества, как Россия. С другой стороны, а что за бавовна до того происходило в Крыму? Техногенный коллапс? Эффект линзы? Неосторожное обращение со спичками? В-третьих, ну, предположим, Стормшедоу. И это прекрасно, что тувинец Сережа Шойгу научился произносить это чуждое русскоговорящие челюсти название. Правда, пока проблемы с ударением. И Стормшедоу. Да ничего. Так вот, вдруг Стормшедоу прилетит на Крым. Что дальше? Сережа объявит войну США и Великобритании? Ох, как бы я хотел на это посмотреть. Зрелище будет феерическое. Кажется, у оленевода, не в обиду нормальным, адекватным, профессиональным оленеводам, после того, как он посетил когда-то в былые годы продвинутый танковый завод в Омске, который сейчас на уровне посредственного БТРЗ и увидел, как снятое с хранения Т-80 приводят в порядок, подскочила либидо и теперь брюзжит. Если бы Сережа Шойгу пообщался хоть раз не на показ, а лично и близко с ветеранами афганской войны, он бы знал, что когда на рынке Кандагара ты передергиваешь затвор, то дальше ты должен стрелять. В противном случае застрелят тебя. Но наш оленевод Сережа Шойгу обычно привык передергивать в тайге вместе со своим хозяином. На большее он не способен. В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов, реализуемой на Украине военно-биологической программой, финансируемой Минобороны США. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Он, Игорь Коношенков, транслирует уверенность каждый день по несколько раз. Заряжает таким эмоциональным, так сказать, драйвом всех остальных. А представляете, что это такое? Напомним, Министерство нападения РФ возглавляет Сергей Шойгу, который предложил перенести столицу России в Сибирь. Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300-500 тысяч человек. Лучше до миллиона. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности. К сожалению, по известным причинам, имеется в виду распад СССР, проект дальнейшего освоения Сибири был остановлен. Заявил Шойгу, который в интервью журналу «Вокруг света» рассказывал, что из-за безудержного стремления к потреблению, человечество стремится к гибели. Ты добыл одного кролика и будешь сыт, но когда у тебя 10 тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо, а его нужно вначале добыть, сказал министру, который под Москвой построил дом за 18 миллионов долларов. Вы не знаете что-нибудь про новый дом в Шойгу, Сергей Кужегедович? Ой, 18 миллионов сто, как еще видели. Нравится вам? Я его не рассматривал вблизи, мне просто не нравится, что он есть за 18 миллионов в Шойгу. Ну, вы ожидали, что именно в Шойгу могли обнаружить такой дом? Вас это удивило? На стране можно ожидать от кого угодно, чего угодно. Ну, как говорится, видимо, Аллах послал. Хороший дом, конечно. Много кто мог бы в нем поместиться. А вы могли бы позволить себе нечто подобное? Да вы что, издеваетесь? Ну, вы же платите министру Шойгу зарплату. К сожалению, да. Но ничего поделать с этим я не могу. А вам что, жалко, что у него за 18 миллионов дом? Ну, как-то, мне кажется, что у чиновника не может быть такой... Ну, Шойгу-то у нас один, ну и пусть у него будет дом. Министр обороны Шойгу как бы так невзначай проговорился о готовности и возможности клонировать древних скифов для создания из них спецподразделений российской армии. В качестве генетического материала будет использован раскопочный материал из скифских курганов России. Конечно, будет жутко обидно, если в результате долгой работы генетиков, программистов и слесарей будет получен какой-нибудь агроном-алкоголик 30-х годов прошлого века, просто уснувший на кургане и вдавленный в него первым советским трактором. Но! Вообще-то интрига не в самих скифах. Примерно в это же время тот же Шойгу сообщил, что в ближайшее время армия России получит боевых самоуправляющихся роботов, из которых будут точно так же, как и с скифов, сформированы целые подразделения. В роботов ставят искусственный армейский интеллект. Вы, кстати, совершенно зря думаете, что я шучу. Роботы, да, вот будут способны самостоятельно принимать любые решения, присуждать друг другу награды, устраивать парады, целовать знамена и освещать полковые церкви по своему усмотрению. Они сами смогут красить траву, голосовать на выборах и чморить роботов-первогодков, сливая у них масло и периодически насилуя их с жутким скрежетом. Ну и эти роботы смогут сами подметать металлическую стружку, образовавшуюся в процессе воспитательного насилия. Я подозреваю, будет много металлической стружки. Вся эта история с искусственным сержантским интеллектом долгое время все равно оставалась загадкой. Зачем вообще они нужны? Таких персонажей вполне достаточно и в их биологическом исполнении. Ну и вот тут-то все раскрылось. В Министерстве обороны выявлена очередная на 5 миллиардов рублей кража. Но при этом все в Министерстве в прекрасном расположении духа. Несомненно, это сделали боевые самоуправляющиеся роботы, вступившие в преступный сговор со скифами. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. ...проведение специальной военной операции на Украине. Она идет по намеченному плану. Все задачи будут выполнены. По плану все идет, да? То есть путинский бункер, 23 февраля. Тук-тук-тук. Кто это там? А, это ты, Шойгу. Принес план нападения на Украину. Ну заходи. Давай посмотрим, что ты там накалякал. Так, значит, потерять флагман Черноморского флота. Нормальное начало плана. Потерять половину золотовалютных резервов России. Потерять техники и вооружения на 16 миллиардов долларов. Потерять все российские яхты, аннулировать все визы, золотые паспорта, запасные аэродромы, выселить наших жен и детей в родную гавань обратно, да? Вот этот пункт мне особенно понравился. Уничтожить экономику, опустить железный занавес. Все иностранные компании убегут из страны. И все это тогда, чтобы захватить вот эти два маленькие пятна. И не просто захватить, еще и восстанавливать за наши деньги. Такой ты мне план принес, да? Нападение на Украину. Ну, нормальный план, нормальный, да. Подписываю. Так было дело, говорит Шойгу. Такой был план. Заявленная цель Соединенных Штатов Америки и их способников – стратегическое источение России. Способники Америки во всем виноваты, оказывается. Соединенных Штатов Америки и их способников. Однако Запад во главе с Вашингтоном отказался учитывать наши озабоченности по гарантиям взаимной безопасности. Папуля, привет! Шлем тебе свежие фотографии с коварного Запада. Это Париж, это Барселона, а это Пиза. Тут очень опасно. Тут на каждом шагу биолаборатории. Люди ездят на великах, потому что у них, наверное, ну, судя по всему, денег нет на бензин. Еще они плачут, что подорожала коммуналка, а зимой они вообще, скорее всего, замерзнут в газа. Папочка, мы тебя очень любим, не забудь нам пополнить счет. А то мы еще хотим посетить Ницца, Монако, Монте-Карло, Милан. А вот до того, как они все развалятся. В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины, пунктам управления, аэродромом, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. Наши российские ученые, которые давным-давно эмигрировали на Запад, линейками и фломастерами на столах, на колесиках создали нам высокоточное чудо-оружие, аналогов которому в мире нет. А наши беззубые алкаши и мародеры в касках образца 1942 года этим чудо-оружием бьют прямо в цель, даже не сомневайтесь. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно. Замедление темпов наступления – это сознательное решение. Через некоторое время мы Крым отдадим Украине в качестве жеста доброй воли. Ну, если он им так нужен, если они так просят, пойдем так и быть уж. Сделаем жест доброй воли. А потом мы побежим из Донецка. Но мы побежим не потому, что мы убегаем, а потому, чтобы, догоняя нас, враг устал. Это новая тактика такая. Мы отступаем, украинская армия наступает и выдыхается. У них начинаются проблемы с логистикой, с подвозом боеприпасов. Это не отступление, нет. Это мы их заманиваем так в ловушку. Вместе с тем, украинское военное формирование применяет тактику выжженной земли. Грубо нарушает международные нормы, действует как-то... Мы на них напали, а они защищаются. Бесит нереально. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов. Первую партию беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов, намеренно отправит на Украину самая мощная европейская держава – Латвия.